Продолжение следует... Что же касается профессионального обучения, то закон о нем в скором времени будет изменен и, по мнению министра образования Яка Авексу, приближен к реальности. Беспрепятственно мы смогли перейти на работу. Это самое главное, я думаю, чтобы как можно меньше было таких формальных программ, где на выходе на самом деле нету принимающей стороны. Согласно данным, треть жителей Эстонии не имеют профессионального образования, а вуз оканчивают с дипломом лишь часть поступивших в университеты. Эти вопросы Авексу намерен решить в ближайшее время. Однако образование – одна из самых консервативных государственных систем, и реформы зачастую в ней проходят со скрипом. Это явно демонстрирует и переход на эстонский язык обучения. В отношении 14-ти гимназий вопрос об отсрочке перехода еще не решен, и, по мнению министра, время еще есть. В полной мере реформа должна осуществиться лишь к 2014 году. Однако в поданном весной ходатайстве гимназий говорилось не об отсрочке, а о принципиальной возможности учиться на русском языке, поскольку ее предоставляет Конституция. Как вы знаете, политическое решение перехода на эстонский язык обучения всех государственных и муниципальных школах принято на уровне Риги-Кобу. И это исключение, это скорее по другим причинам, не по принципиальным причинам. То есть в эстонии обучение на государственном языке на уровне гимназии – это решение давно принято, и тогда велись тоже дискуссии. Я думаю, что вернуться к этим дискуссиям уже не имеет смысла, потому что такое решение раз принято, то так остается пересмотреть, я думаю, это решение не надо. На пресс-конференции АВИКСУ также упомянул, что эмигранты, приезжая в Америку или во Францию, отдают своих детей в школу с государственным языком обучения, и это считается нормальным. Почему же это правило не работает для Эстонии? Ответ очевиден. Потому что большинство из живущих здесь русскоязычных людей не эмигранты. Они родились в Эстонии и считают ее своей родиной. А реформа, которая строится не на мотивации учителей, школьников и их родителей, а с помощью административного давления и политических решений, вряд ли даст ожидаемые результаты. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.